Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Мы уже не один раз говорили, что отрезвление России от пропагандистского угара может произойти только после какого-то глобального поражения. Когда отрицать очевидное, больше не смогут даже топовые балаболы типа Скобеева или Шептуна Соловьёва. Да мы знали, что вы нацистские сволочи. Чего вы так переживаете? Кстати, я отдельно хотел передать в переверк... Разгром под Харьковом в этом свете стал чем-то из разряда идеальный сценарий. Ведь людям долго врали, что наступление захлебнулось. Попытки контрнаступления мы фиксируем и на Харьковском направлении, в районе Харькова, Балаклея и Изюма. Но там дела у киевского режима обстоят ещё хуже, чем на юге. Соединения противника даже не могут перейти в контрнаступление, потому что в результате массированного огневого поражения российского не могут построиться в боевой порядке в районах сосредоточения. Потом им рассказывали, что идёт подмога, и российская армия сейчас быстренько разорвёт ВСУ. Для массовой переброски резервов на Купинское и Изюмское направления Генеральный штаб вооружённых сил использует вертолёты МИ-26. Перебрасывается личный состав и бронетехника для усиления группировки российских войск в Харьковской области. Колонны бронетехники, противотанковые гаубицы, тяжёлой артиллерии стягиваются к Изюме и Балаклее, чтобы выбить занятых позиций многочисленного превосходящего по силам противника. А потом огромная страна просыпается и видит, как фактически потеряно более 100 километров ранее оккупированной территории. Как украинская армия с благодарностью погружает сотни тонн наставленных снарядов. Отжатые снаряды, что не успели выпустить по Харькову. Мы сейчас будем их забирать. А каждый второй условный Мэкола пилит селфи на фоне танков, разбитой в хлам Кантемировской дивизии. Где-то на этом этапе по всем законам логики должно было начаться, но если не прозрение, то как минимум неудобные вопросы к власти. Но внимательно послушав последнее выступление бункерного деда, мы окончательно убедились в том, что никакого разбора полетов не будет. Продолжат и дальше делать вид, что все нормально, все идет по плану. Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится. То есть армия бежит, техника брошена, ранее оккупированные территории потеряны, но дедушка улыбается, мол, давайте посмотрим, чем все закончится. Флаг в руки, посмотрим, чем оно закончится. И это делается исключительно ради того, чтобы холопы поверили. Поверили в то, что нет никакого разгрома. Это все многоходовка. Хитрейшая партия, которую разыгрывает Путин. Тем более на Донбассе-то Россия уверенно наступает. Ага. В Донбассе союзные силы продолжают наступление. Здесь инициатива в руках союзников. И здесь уж совсем было непонятно смеяться или плакать, поэтому просто хотели бы намекнуть ура патриотам. Ребятушки, вам лично Путин божьей росой с... извините, поливает прямо в глаза. Где вы там движетесь в Донецкой области, а? На солидарском направлении союзные силы проламывают оборону украинских нацистов. Основную роль в наступлении играют бойцы чувака Вагнер, уже взятый Кадема, Николаевка, Николаевка вторая. Ну же, вы же не дураки, ребята, просто посмотрите на карту, что российская армия захватила за последние полтора-два месяца. Пески в начале августа, Кадему в начале сентября, а Николаевку вторую совсем недавно. Союзные силы продвинулись, продолжают развивать наступательные успехи, смогли взять населенный пункт Николаевка-2. Ничего не забыли? А, хотя здесь надо напомнить, что в Николаевке второй проживало до войны аж 7 человек. То есть, прям мегаполис. А теперь мы с вами посчитаем, что было отбито украинской армией в Донецкой области за то же время. И начнем, пожалуй, с города Светогорск. Или вам в России вот такие видео не показывали? Город полностью под контролем ВСУ. Фото и видео с улиц десятки, если не сотни. Также под контроль украинской армии вернулись все села от Светогорска в сторону трассы на Славянск. Прежде всего, Богородичная и Долина. Десантно-штурмовые войска ВСУ утром зашли в поселок Богородичное в Донецкой области. Та же история и в Лиманском районе, около половины которого уже потеряно Россией. Типа Вторая армия мира, которая еще в феврале должна была ртом своих почитателей захватить Украину максимум за две недели. Оказать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить, как я тогда говорил еще, в течение недели-двух, есть все. На седьмой месяц войны героически отбивается в Лимане. При этом из всех сел в южной стороне от Лимана российскую армию уже выбили. Вот, например, поднятие флага Украины в селе Диброво. Поднимаем прапор над населенным пунктом Донецкой области. Диброво переходит под контроль украинской армии. А это уничтоженные тайфуны и тигры Росгвардии в курортном поселке Щурово. Где также был поднят украинский флаг. 66-го прямо механизована бригада взяли под свой контроль населенный пункт Щурово. Причем даже при наличии видео и фото недоросы продолжают отрицать очевидное. Так, тучный МММщик по фамилии Пушилин, например, прямо заявил, что взятие Диброво и Щурово – это фейк. Что касается Диброво, Щурово, противник сегодня расписался, что данные пункты находятся полностью под их контролем. Это не так. Продолжаются бои как на северо-восточной части Щурово, где сегодня достаточно серьезные боестолкновения, так и у Диброво. Там также находятся еще наши подразделения, но в режиме боевых действий с противником. Но знаешь, Денис, правильно Эдуард сказал, что вы мастера воровать за Отечество. Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ними не согласен, может, я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Мы воруем за отчизну. Ну а все остальное, включая информационную политику, явно не ваш конек. ВСУ не взяли Щурово? Да вы что, серьезно? Продолжаются бои, как на северо-восточной части Щурово. А ничего, что храм, где вывешивается флаг, это северная окраина села. Дальше даже турбаз нету, только лес и пока еще подконтрольный вам лиман. Но это русский мир, детка. Тут ложи фойки, это фундамент всего. Российская армия якобы перегруппировалась, чтобы донецкое направление усилить. Проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики для наращивания усилий на донецком направлении. Но при этом почему-то теряет здесь города и села. И когда Путин говорит, что Россия движется на Донбассе... Основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Но эта работа продолжается. Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются. Они идут. Российская армия занимает новые и новые территории. Значит, ему либо не говорят правды, либо он имеет в виду, что движется она в сторону российской границы. Причем не только на Донбассе. Помните, как неделю назад пропагандисты повизгивали, что новая линия обороны на границе Харьковской и Луганской областей будет проходить по реке Оскол? На данный момент можно сказать, что фронт окончательно стабилизировался по левому берегу Оскола. Так вот, пока Путин улыбался и хихикал, эту линию обороны прорвали. Восточная часть Купенска вернулась в родную гавань. Украинские войска 16 сентября уже официально взяли под полный контроль весь абсолютно Купенск и продолжают наступательные действия к востоку от реки Оскол. ВСУ вышли на трассу, с которой, вероятно, начнется освобождение Луганской области. До Сватова оттуда рукой подать. Но в России об этом упорно молчат. Все постят ложь Путина, который 25 февраля обещал уничтожить фашистов. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. А теперь ноет, что они якобы отказываются от переговоров. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявил об отказе от переговорного процесса. И важный момент здесь в том, что бояре смотрят это все и не могут не понимать, что царь решил выходить из кризиса не горькой правдой, а еще большим обманом населения. А значит, что? Верно. Нужно помочь кормильцу в этом нелегком деле. И вот уже вся российская пропаганда превращается в один сплошной фейк. Страшные кадры. Это апокалипсис. ВСУ в православном храме устроили грязную казарму. Это, кстати, типичный пример. Топовый военкор канала «Россия» по фамилии Сладков решает отвлечь холопов от позорных новостей любимой историей с демонизацией украинцев. Эти ж фашисты в храме складу строили, но ничего святого у них нет. У этой черной силы тормозов нет. И знаете, друзья, разоблачается все это за 30 секунд. Понимаешь, Сладков? Когда ты решаешь врать, неплохо бы для начала с другими военкорами договориться. Они ж в свое время ровно из этого храма десятки сюжетов сняли. Прямо за так храм, да? Так, и видим, видим. Это храм в Камышевахе. О том, что здесь находится госпиталь, полигон. Исун, приготовься, освоенный проход! Как раз о том, как в здании храма российские скрепоносцы устроили склад и полевой госпиталь. Оказываем первую помощь, так, можно. Дальше мы отправляем их там уже, врачи, хирурги делают свою работу. Причем устраивать огневые точки в храмах – это вообще российская традиция с 2014 года. Или напомнить россиянам в целом, и Сладкову в частности, например, Свято-Иверский храм в районе Донецкого аэропорта. Разместились мы в монастыре. Тогда украинские военные были в новом терминале и в диспетчерской вышке. Да вы что! Неужели опять бравый упал членец огневыми точками там хвалится? Мы размещались в трешке – это общежитие монастыря. На том месте стоял АГС – автоматический станковый гранатомет. И у нас была возможность стрелять отсюда по той самой вышке. Зато когда храм после такого развалился, вы пригнали Маргариту перед камерами возле него охать и ахать. Покажите то, что осталось от храма. Вот он весь крестом заколочен. Модуль зайти нельзя. Всё, как видите, в следах боёв. Здесь стояли украинские войска, которые прямо из храма работали по мирному населению, собственно, баровцы. Христиане, казалось бы, православные люди. За грани. Или вы думали, что в Украине тоже все с короткой памятью и не смогут вас обратно в кукоречную загнать? Но так, чтобы очаровательная Симоньян наконец-то решила свои не только рабочие, но и сексуальные проблемы. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут. Эх, Маргу, Маргу, теперь-то все понимают, почему у тебя мужик как с цепи сорвался. Мало ему унижений российской армии было, так ещё и ты огорчаешь. Он от такого стресса, как и каждый чмоня, мечтает на слабых отыграться. Вот послушайте сами. Украина проиграла, но вы понимаете ещё проблема в этой харьковской перегруппировке в чём? В том, что поднимается дух проигравшей страны. Оказывается, украинцы после победы под Харьковом пребывают в эйфории. А Киаса Яна это ужасно злит. Потому что раз, они, как только, Лёша, люди вспомнят. Знаешь, когда холодно, в туалет ходить вообще неприятно, когда нет света, нет тепла. Поэтому этот опасный, уже которую неделю к ряду буквально требует нанести ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Оставив без света и тепла миллионы людей. Чтоб прилетело и снесло всё совершенно. Да. Вот. Вот тогда, да, тогда понятно. Вот было ясно же вот в Харькове, когда раз, обесточили город. Замечательно, потрясающе. Ещё больше надо обесточить. И здесь, конечно, можно было бы покрутить пальцем у виска, но мы просто напомним мужичку, что Бог не Тимошка и видит немножко. И как бы с вот таким подходом к жизни. Чтоб прилетело и снесло всё совершенно. Вместо Маргариты Симоньян Дарья Дугина автором международной пилорамы не стала. И здесь ни в коем случае нет никаких угроз. Топать ножкой и терроризировать мирное население – это исключительно ваш метод. Просто жизнь показывает, что, посеяв зло, его же придётся и пожинать. И в этом случае а нас-то за что уже не прокатит. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина!